Так, но сейчас у нас, как говорится, то же самое, только вид скоб, уже, так сказать, лекция, но под названием «Семинар». Семинар предполагает, так сказать, участие взаимное. Давайте всё равно рассказывать буду я, ставлю полчаса тоже на вопрос, и тогда своё участие в форме вопросов как-то вырастет. Значит, у нас что, гонка вооружений, да, на современном этапе. Ну, что можно сказать о гонке вооружений? Феллоров много, но я лично пока такой особой гонки вооружений я не наблюдаю. Ну, давайте начнём, как говорится, сначала с ядерных вооружений, потому что это основа, конечно, это самое опасное, что может быть, и что мы имеем в этой сфере. В этой сфере я не могу сказать, что у нас какая-то гонка, но модернизация «Семинар», она осуществляется, и не только у нас, и у американцев. Она идёт у всех стран, которые, так сказать, обладают гонким оружием, но с разной степенью и принципиальности. Ну, в силу экономических, финансовых, технологических трудностей, но это всё идёт. Что по триаде? Ну, триады, вы знаете, есть у нас, у американцев, и у китайцев, больше ни у кого триад нет, у французов это только два, это подводные лодки и садлеты, земного компонентов у французов нет, у англичан это только подводные лодки, у остальных, там, Индия, Пакистан, это тоже наземный компонент, индейцы пытаются что-то делать с морским компонентом, но в основном наземный компонент. Северная Корея, я лично ещё лет пять назад, когда корейцы, так сказать, вот пять-десять лет назад, когда корейцы проводили свои испытания, вот они провели шесть испытаний, последние даже заявили, что это испытания термоядерного боеприпаса. Ну, я всегда относился к той группе экспертов, которые осторожны очень, что задали вопрос наличия у корейцев ядерного ворота, потому что испытания это хорошо, но мы испытывали ядерное устройство. Отличие ядерного устройства от ядерного боезаряда это достаточно разные вещи, потому что ядерное устройство, это может быть вот такого размера, размером с это здание, это тоже ядерное устройство. А ядерный боезаряд, это достаточно команды, ядерный боеприпас, это достаточно или боеголовка, или артиллерийский, или там, опытом авиационный, это достаточно компактное. Изделия технологически, так сказать, не очень простое в изготовлении. Я считал, что у корейцев пока не было возможности, собственно, сделать боеголовку или там авиационно-террористский сайт. Но американцы всегда считали, что у них есть, но американцы это дело выводили, рассчитывали ядерный потенциал Северной Кореи, чисто эмпирически, не брали. Но рассчитывали запасы оружейного плутония и оружейного урана, зная мощность корейских реакторов, и потом делили и получали 30-33 зарядов. Ну, я думаю, что корейцы, так сказать, не знающие помощи, но они преодолели, и сейчас у них действительно есть ядерное оружие. Ну, не знаю количественно, сколько, ну, 30-30 боеприпасов, это не такая большая цифра, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Ну, в любом случае, у корейцев есть носители, и у корейцев есть боязреты. То есть их можно считать, так же, как Индию, Пакистан, Израиль. Израиль, например, ну, они никогда не подтверждали, не отрицали, но весь мир исходит из известного, так сказать, извещения Голдемея, что у нас нет ядерного оружия, но если понадобится, мы его применим. Поэтому будем считать, что оно у них есть. По планам модернизации, ну, скажем так, ну, начнем, давайте, с нас. По, ну, по моим оценкам, ну, и не только по моим оценкам и западников, мы, конечно, обереги американцев в плане модернизации треб. Они от нас отстали, и я, моим, так сказать, прикидкам, по тем, что публикуются, лет на 7-8. Все их планы еще приняты во времена, так сказать, администрации Обамы, когда они выделили вот эту немыслимую сумму, триллион триста миллиардов, на модернизацию своих ряда. Пока что, ну, я чуть позже вернусь к этому, пока что впечатляющих рыбков и успехов особо не нет. У нас дела идут получше, если основываться на официальных заявлениях, то, что Министерство обороны, вот Шойгу, ну, и президент, естественно, озвучил все эти цифры. У нас РВСР уже модернизированы на 95%, но хотя, вот если брать РВСР, у нас избыточно, как считают многие-многие специалисты, у нас, мы до сих пор не изжили недостаток советского периода, когда у нас было избыточное количество типов. Ну, вот что у нас есть у РВСР? У нас есть Довотополя, Шахнова и Мобильный, Шахнова базирования и Мобильный. У нас Двоемца, тоже Шахнова и Мобильный, и Мобильный вариант. У нас воеводы, но которые сходят, это тяжелая украинская ракета, сейчас идет на замену Сармат, но тем не менее Украинский Сармат встал пока что на опытно-боевое дежурство и воевода по сих пор, хотя в перспективе воевода уйдет, останется один Сармат. У нас еще есть, остался стиль, это РСИ 12-я Мобильный. То есть вот это такое количество типов, оно избыточное. В перспективе у нас должен остаться ЯС, Шахнова и Шахнова базирования и Мобильный. И должен остаться Сармат, как тяжелая ракета. Все. Тополь должен уйти, стилет должен уйти, воевода должна уйти. Тогда у нас будет, так сказать, компактный наземный компонент. У нас, кстати, у нас с американцами разный, так сказать, вес компонентов наших тряги. У нас основа – это наземный компонент, у них основа – это подводная луна. Почему я считаю, что наш последний договор – это первый договор, касаемо праздничного договора, это первый равноправный гряд. Почему? Потому что все предшественники, все содержали ограничения уровня, подуровня на наши тяжелые ракеты. Вот у них нет тяжелых ракет. Тяжелая ракета – это ракета с весом, с высших стандартам. У них нет таких ракет. А у нас – это основа нашей наземного компонента, нашей территории. Вот последний договор – это первый договор, где нет никаких... Более того, я скажу, был такой договор, он назывался СНВ-2, который был подписан в 92-м году. То есть мы еще не успели писать, еще чернила не высохли. Вот договор СНВ-1, а американцы тут же предложили, буквально потребовали, проведение переговоров о СНВ-2. Но, слава богу, опять же, по тупости американцев, он не вступил в силу, потому что там были заключены договоренности по разграничению нестратистической и стратегической правы в Нью-Йорке в 90-м году. И договорились, что это будет единый пакет. Все вот эти нью-йоркские договоренности и СНВ-2. Мы ратифицировали все, а американцы завтра, через них есть, так сказать, логи по противопакетной обороне, сказали, нет, никаких, так сказать, протоколов были ратифицировать не было. Ну и слава богу, потому что если бы этот договор вступил в силу, а там был полный запрет на тяжелые ракеты, полный запрет на разделяющиеся головные части ракет наземного базирования, то есть мы бы фактически остались без основного компонента ядерной. Поэтому сейчас, ну вот, САРМАТ, он, еще раз говорю, это чисто наша ракета, без таких как границких компонентов, с очень-очень приличной дальностью, там 14 тысяч километров, более того, на него будет ставиться вот этот гиперзвуковой планирующий, уже ставится гиперзвуковой планирующий плод. То есть здесь мы, скажем так, идем в очень хорошем темпе. По военно-морскому флоту у нас тоже, немножко поменьше, в плане, так сказать, модернизации Министерства обороны где-то 85%, но тоже уже неплохо, но все равно у нас, если брать только по плану, как подводные лодки с баллистическими ракетами, у нас три проекта. Кальмар, проект Дельфин и Бобиль. В перспективе, в перспективе должен остаться только парей, а с ракетой лователя, до топливных ракетой, унифицированной, это тот же ярстой, как морского базирования, чего у нас никогда не было. Но, правда, ракета «Синева», которая шеркостная ракета, тоже тяжелая ракета, она остается и будет тоже, так сказать, использоваться в интересах парейна морского. По воздушному компоненту наши вот у нас два тяжелых бомбировщика, это Ту-160 и Ту-95. В перспективе у нас должен остаться только Ту-160М, вот там М-2, то есть совершенно по сравнению с первоначальником Ту-160, это уже практически другой самолет, только планер тот же. Ту-95 должен уйти, потому что Ту-95 — это самолет 60-х годов. Ну, хотя, справедливости ради, вот это Б-52 американский, это тоже самолет, он еще старше, чем Ту-95, но сейчас они продлевают срок его службы до 50-го года. То есть это будет первый самолет, если это будет действительно так, который будет стоять на вооружении 100 лет. Ну, это тоже, конечно, другой самолет, он модернизированный, но тем не менее сам факт, что такое, так сказать, реликт, и до сих пор является одной частью американских ядерных сил. Вот по воздуху у нас, конечно, где-то процентов 50, потому что планируется иметь 50-60 самолетов Ту-160, в полностью модернизированном варианте. Но, правда, есть еще проект, то, что мы создали, вот, Парк Су-57, то же самое сделать с дальним бомбардировщиком. Тоже есть проект. Дальнего бомбардировщика пятого поколения. Но, скажем так, с учетом того, что эти проекты, особенно по авиации, они настолько дорогие, что американцы, например, у них вот этот вот знаменитый самолет пятого поколения F-35, они превысили бюджет уже более чем два раза. Уже он стоит, этот проект триллион с лишним долгом. Изначально он должен был вложиться в смену, там, по-моему, 350, где-то около 400 миллиардов. Уже и сам самолет уже стоит F-35 уже где-то 300 миллионов лунтов. Это совершенно немыслимая цена. Если брать, вот, сравнивать с нашим самолетом, тот же Су-57, ну, практически в 10 раз. У нас стоит там 30, если в долларах, 30-40, может, чуть больше, зависит от того. Модификация. У них 300. Совсем. Запределили какие-то цифры, поэтому у них проект тоже вот по тяжелому бомбардировщику следующего поколения райдер. Вот пока выкатили один прототип, вроде испытали, но дальше никакой информации нет. Потому что амбинационные проекты, они очень дорогие, и будет у нас вот этот вот задний бомбардировщик пятого поколения. Не будет, но я имею в виду обозримой перспективы. И это вопрос, так сказать, пока открыли. Пока все усилия Министерства обороны сосредоточены вот на проекте модернизации Ту-160. Есть еще, тоже он считается стратегическим бомбардировщиком Ту-22М. Тоже он новый. Он по сравнению Ту-122, который относительно, так сказать, еще самолет в 70-м годов. Это тоже совершенно другой самолет, но даже плане другой, расположение двигателя другой. Но он, так сказать, не относится в реале все-таки по своей дальности. Скажем так, стратегический самолет, но средне в районе садейства, но по тем тех же французских Рафалей, которые тоже являются носителем ядерного оружия, но, естественно, это не самолет. Наш Ту-22 тяжелее и летит на более расстояние. У американцев у них, конечно, небольшое отставание. Большое, небольшое, опять же, это не осудить. Я считаю, где-то лет на 7 они отстали. По наземному компоненту у них сейчас вот «Минитмен-3», который стоит на вооружении уже 400 шагов пустовых установок, который стоит на вооружении тоже с конца 60-х с конца 60-х годов. Они продлевают, но ракета довольно старая. Ракета старая, тем более, что у «Минитмен-3», так как существуют ограничения по договору СНВ, у них, скажут так, вот она, на платформе может быть три боязряда, а фактически один, то есть, если говорить так, то это «Монобор», не ракета с разделяющейся главной частью, они планировали заменить его на новую ракету «Сентинелл», планировали принять на вооружение в 2024 году, то есть, они сейчас уже должны принять на вооружение, но опять вылезли из бюджета, причем вылезли уже процентов на 40, по сравнению с тем, что они планировали. Сейчас уже речь ведется в 1930-м годе, а некоторые, так сказать, эксперты оценивают уже чуть ли не 35-е годы. То есть, «Сентинелл» будет только в лучшем случае через пять, а может быть, через десять лет поставленный бюджет. Более того, почему у них такая задержка, они слишком долго дискутировали по поводу того, нужны ли вообще ракеты шахтного базирования. Они считали, что вообще, знаете, у нас и время, что это вообще, эти все ракеты, шахтного базирования, это одноразовый инструмент, который, так сказать, находится в высшей степени боеготовности, но может использоваться один раз. Пуск, и все. Были у вас ракеты, и нет, у вас ракеты. Но, тем не менее, в конце концов, решили, что пусть будет, и запустили эту программу с Эфинэл, но эффективно что-то не застопорили. Сейчас от графика и по бюджету, и по времени они отстают. По подводным лодкам, вот они планируют свои трайверы, Огайя, это Огайя с трайвами, третьими, менять на Колумбию, но пока что ни одной Колумбии на Волгии, насколько я знаю, не спустили. То есть, опять, и технологически, и финансово, опять же, они влезают из тех своих программ. То же самое по авиации. У них достаточно избыточный, тоже Бернин, Б-52, планируют заменить на Б-21 Райдер. Выходили первый, так сказать, самолет, но непонятно, то ли это прототип, то ли это реальный уже образец. Он поднялся в воздух, там сделал крупный аэродром, сел, и все. И дальше опять никаких, это было в прошлом году, никаких разговоров о том, что началось серийное производство, хотя они тоже планируют иметь порядка ста самолетов, но по опыту F-35 уже многие американские эксперты говорят, что это будет так сказать проект по стоимости тоже крайне драгу. И когда они смогут поставить его на поток, никто предсказать не может. Вообще американцы, я должен сказать, они, конечно, идут по очень технологически сложным путям. разрабатываем свои системы вооружения по более простым схемам. Они, скажем так, более таким, ну вот один примет просто по гиперзвуку. Ну, естественно, эти разговоры, что американцы отстали, они действительно отстали. У нас есть гиперзвук, у нас есть и авангард, есть и кинжал, есть и циркон, есть, это все, гиперзвуковые ракеты от 6 до 9 маков. Американцы испытали недавно испытание 6 маков, но 6 маков, вы понимаете, это пороговый, 5-6, это сверхзвуковой, гиперзвуковой, это не очень впечатляюще, но американцы просто идут по более сложному технологическому варианту. У нас вот наш циркон и наш кинжал, например, вообще он запускается смиг 31-го, сначала миг разгоняется, потом опускается циркон, но кинжал идет по параболистической траектории, то есть так и отвесно вниз. И вот на этом участке вот отвесно вниз и до момента пуска в принципе РЛС видно. Перехватить не может, нет перехватчика, чтобы перехватить, но РЛС видит, а если РЛС видит, это уже полдела, когда момент пуска. Циркон, он вообще идет по параболистической траектории, вот так, наверх и опять же вниз. И вот этот участок он тоже видит. А то, что делают американцы, они делают не без лук, а на стильной траектории. Все идет на сверх малой высоте и РЛС практически не видит. У нас тоже есть такая программа, и я думаю, что она тоже скоро будет реализована, но она значительно, так сказать, технологически, с военной точки зрения, она более выдержанная. Но это так в качестве примера. Теперь по тому, что у нас есть у нас и нету американцев. У нас есть, ну, помимо, так сказать, ангарда, у нас еще есть известная программа «Посейдон». Это, так сказать, необитаемый подводный дрон. Некоторые называют его торпедой, но это, конечно, не торпеда. Это действительно подводный беспилотник, который идет на очень приличной скорости и, самое главное, несет очень мощную головную часть фактически мегатонного класса. Уже планируется иметь тенее подводные лодки. Одна подводная лодка Белгород уже испытанная, уже готова. Еще одна находится в завершающей стадии строительства, которая будет носителем этих «Посейдон». Их всего планируется иметь 24 штуки. Но оружие, конечно, такое, знаете, в свое время был такой проект, назывался канал Сахарова. Еще времена осуществляется подрыв миллионтонных боеприпасов в акватории Атлантического Тихого океана. Образуется волна цунами высотой там где-то 100-150 метров. И вот эти две волны где-то, так сказать, в районе скалистых гор встречаются и образуют такой канал. Даже фильм у американцев есть, там астероид падает. Когда на Нью-Йорк, там на восточной побережье надвигается волна высотой там 100-200 метров. И потом там президент, которого играет Морген Фриман, стоит там на скалистых горах и говорит, что мы американцы, мы все переживем, мы все отстроим и так далее. Хотя все смыло. Ну вот, поэтому Посейдон это такое оружие, но хотя официально заявлено, что это, так сказать, оружие для уничтожения авианосных группировок, но, конечно, для авианосных группировок есть другие системы нарушения. Это оружие для уничтожения, скажем так, крупных целей на побережье. Ну, какая крупная цель? Это либо крупный город, либо крупная военно-морская база. У американцев все расположены, все крупные города, ну, практически все крупные города, все военно-морские базы, они расположены либо на западном, либо на восточном побережье. То есть при применении этого Посейдона, конечно, будет очень, так сказать, последствия для них неприятны. А им такое оружие не нужно, чтобы у нас, в отличие от них, ну, северный ледоокеан, но там практически ничего нет, ни крупных городов, ни крупных морских баз. Есть, так сказать, военные объекты, их сейчас достаточное количество, но не для поражения таким видом оружия. А Тихоокеанское побережье у нас только Владивосток и базы увеличиваются в объектах, но для этого создавать такую систему, конечно, нерационально. Вот. Плюс у нас есть гиперзвуковое оружие, потому что и киншал, он может быть и в обычном, и в ядерном снаряжении, это, можно так сказать, практически стратегическое оружие. Есть проект «Буревизник», это крылатая ракета с ядерной силовой установкой, которая может облетать неограниченное количество времени, выискивая цели, выжидая что-то, чего американцев нет. То есть наша палитра ядерных вооружений, она значительно превосходит то, что есть американцы. По нестратегическому ядерному оружию тоже очень, так сказать, модно и широко обсуждаемая тема, особенно в последнее время. Но, скажем так, у нас всегда было значительно больше нестратегического ядерного оружия, но были периоды, когда 70-е годы, 80-е годы, когда Советский Союз, считалось Варшавским договором, фактически это Советский Союз, в значительной степени превосходил по своему потенциалу количество обычных вооружений блок НАТО, но американцы это компенсировали нестратегическим ядерным оружием, и говорили, что да, нам нужно нестратегическое ядерное оружие для того, чтобы компенсировать вот наше отставание в обычных средствах подружек. Причем интересно, когда мы стали говорить то же самое, вот сейчас ситуация зеркальная, они говорят, как же так, вот надо сокращать ваше нестратегическое ядерное оружие, потому что это, так сказать, не гуманно, и вообще сейчас эти разговоры немножко притихли, но вот что есть, почему президент говорит, что у нас кратно больше, но действительно у нас кратно больше, по крайней мере в два раза больше, потому что если у американцев считается у них есть эти гравитационные бомбы, Б61 различных монификаций и, наверное, заскладированные томографии исполнения, которые они сняли с вооружением, но учитывая, что американцы вообще притит что-то уничтожать физически, они ничего не уничтожают физически, они все либо складируют, либо уничтожают, так сказать, методом пуска, последний договор, я почему говорю, что очень хороший договор, я принимал участие в его, так сказать, написании переговоров, потому что это был первый договор, когда американцы должны и начали уничтожать физически, потому что по носителям в договоре есть ограничения, то есть, каждая сторона может иметь 800 пусковых установок, ну, это практически носители, из них 70 на боевом дежурстве и 100 на складском хранении, а у них на момент подписания договора, если мне память не изменяет, было 1886 пусковых установок, то есть 286 они должны были уничтожены и начали уничтожать, ну, а потом их жаба заела и они решили начинать свои излюбленные игры, ну, есть там такое положение о переоборудовании, причем не очень хорошо прописано, каждая сторона сама определяет, не прописаны, скажем так, детально методы и способы переоборудования, ну, поэтому американцы взяли, например, трайк, на подмону вот ракеты трайк на подмонах лонках, они взяли и взяли вот эти вот мембраны, которые, да, ну, по-моему, вынули ракеты, но ракету сегодня вынули, положили, нас подавтра загрузили, но шарные пусковые установки сняли вот гибкую мембрану, который рвется, когда ракета приходит из шахта, закрыли железным люком там, на 8 болтах, сказали, все, не считается, ну, наши, так сказать, специалисты, ну, хотя бы, там, парагенерал, катапульту уничтожить, которая выбрасывает ракету, ну, американцы, нет, это не губанно, короче, взяли и на каждой лодке исключили у них 14 лоды по, ну, короче, взяли 64, могу сказать, установки исключения за счет, потом взяли с 30 самолетов, сняли аппаратуру раскодировки ягодных боеприпасов и сказали, все не считается, это не носитель, но наши говорят, а с земли можно, хотя знали, что можно, можно, но у нас это не прописано по нашим уставам, поэтому делать этого не будем. И потом, как говорится, в Мишин, когда торты взяли 4 пусковых установки меня, наверное, заявили учебные, что такое учебные объяснить не могли, но взяли и 104, короче, пусковых установок и за счет и исключили. Вместо того, чтобы, так сказать, уничтожить, взяли и просто проще пункера объявили, что это не является, так сказать, пусковой установкой ядерного оружия. вот, возвращаясь к нестратегическому ядерному оружию, у нас, у них вот эти вот бомбы, их всего 500, 150, но сначала было 200 на этих авиабазах и европейских странах. Потом, вдруг, появилась цифра 100, но сейчас, так сказать, эмпирически, но считаем 150. И тогда 350 у них заскладировано на континенте, но всего 500 у американцев нестратегических ядерных боеприпасов. У французов 290, у англичан 280, но где-то если брать западный блок, то где-то тысяча. У нас считается те тысячи, но для нас, для американцев, нестратегическое ядерное оружие, но для защиты собственной территории, что является основной, основной задачей любых вооруженных сил, нестратегическое ядерное оружие не нужно. Оно нужно только для наполнения ядерного потенциала НАТО и в основном для этих целей и для ведения каких-то боевых действий на удаленных театрах. Либо в Европе, либо в Восточной Азии, либо в Ближнем Востоке. Иллюзия, кстати, есть у них такая концепция, что они могут вести ограниченное ядерное военно на удаленном театре и ничего им за это не будет. Что является иллюзией. Я еще раз говорю, что любой ядерный конфликт с участием нас, американцев, обязательно перерастер глобально с применением стратегических средств выражения. Для нас это всегда являлось региональным средством сдерживания. Потому что по периметру наших границ, ну, конечно, у нас прекрасные отношения, с Индией у нас хорошие отношения, но все равно у нас достаточно стран по периметру наших границ, которые либо имеют ядерное рамо, либо хотят обладать ядерным рамо. То есть, еще раз повторяем, у нас это региональные средства сдерживания и все разговоры о том, что надо сокращать, мы были готовы, так сказать, начать какой-то диалог с американцами в конце десятых годов по нестратегическому ядерному рамо, но потом сейчас 14-й год, потом 22-й год, и эти разговоры уже сейчас абсолютно неактуальны, потому что потому что в общем-то и смысла нет, и не те у нас отношения с американцами, чтобы идти, даже на меры доверия, так как вот экспориентность, мы в настоящее время тоже не готовы, хотя бы были готовы, потому что мы никогда, во-первых, официально не заявляли, сколько у нас несарканического ядерного оружия и номенклатуры наших ядерных припасов, то есть, ну, считается, что у нас есть, естественно, ракеты воздух-воздух-воздух-земля, вернее, воздух-земля, воздух-моле, объявленное оснащение, у нас есть торпеды, у нас есть мины, у нас есть ракеты для комплексов типа скандер, для морских комплексов, калибр, те же царфоны, те же ринжалы, то есть, у нас мукура достаточно широкая, но точно никто вам не скажет. Есть у нас там ядерные фукасы все уничтожены, есть у нас противорагены ядерными оснащениями, тоже никто не скажет. поэтому все пока никакой трансфаренности с нашей стороны. Американцы официально заявили, сколько у них и какая и делали, и вряд ли это в ближайшее время сделаем. Теперь по обычным вооружениям. По обычным вооружениям я тоже не вижу, так сказать, никакой гонки вооружений, тем более, что украинский конфликт вне зависимости от его причин и хода дал очень большой импульс развитию некоторых вооружений. Но прежде всего это касается конечно нестигодика. Я вам так скажу, что по беспилотникам по состоянию на конец 80-х годов Советский Союз был впереди планеты всей. У нас было тысяча беспилотников вновь. Стриж и еще одна модификация на основе самолета Туполев 142 то, что украинцы. Делалось это все на Украине. в Харькове и забыл еще каком-то городе, но в основном в Харькове. У них осталось и по Эргельсу они опустили стриж позапрошлым году, после чего мы приостановили действие свое участие в СНВ-3 в качестве причины назвав именно удар этого беспилотника по базе стратегической революции Минкс и Пансаратом. Но у нас на конец 80-х было тысяча этих беспилотников на Западе ни у американцев, ни у европейцев этого не было. А потом в 90-е годы мы провалились, я после увольнения работал несколько лет с нашим концертом, который являлся главным беспилотником. Вот видя состояние изнутри, я считал, что мы это было середина 50-х годов, 14-й, 15-й, 16-й год. Я считал, что мы отстали навсегда, что мы никогда не догоним. У нас было несколько разведываний с пилотником, ударов вообще не было, были проекты, но в такой начальной стадии, что никакого оптимизма не вызывало. И то, что удалось сделать за последние погоды в ходе специальной операции, это, конечно, впечатляет. Я помню этого несчастного Захарова со своей залой, это было частное предприятие, его все время пытались не национализировать, то влить его в состав какого-то, так сказать, Ростеховского концерта, а он все сопротивлялся, хотел быть независимым, самостоятельным, но ничего не получалось, естественно, все тормозилось, денег никто не давал, а когда, так сказать, приперлы появились нацеты, появились, так сказать, прекрасные беспилотники, до сих пор, так сказать, никем не превзойдет, уже идет третье, третье поколение за два года, и никаких способов его нейтрализации западных пока не придумали, то есть в плане, ну, плюс вот эти FPV-дроны, которые, так сказать, просто разовые изделия, очень дешевые, но которые настолько эффективно уничтожают и технику, что просто ну, они есть и у нас, и у западников, в общем-то, революция в военном, в военном деле, которая, в общем-то, еще раз повторяю, она, если не обнуляет, то очень снижает эффективность применения при этом, конечно, так. Да, придумывают какие-то вот эти зонтики, рамы, которыми, так сказать, защищает танк, но все это, все это, конечно, с увеличением мощности зарядов, этих FPV-дронов, зонтик, можно, конечно, придумать какой-нибудь титановый, который весит как танк, но это уже будет не тот танк, который, является очень эффективным средством улучшения и живой силы, и техники противника. По танкам, я еще раз говорю, то, что идет и у нас, и американцы сейчас работают, вот мы сделали армату, но он обитаемый, конечно, но не обитаемый, башня там, в следующем поколении танков, но оказался он очень дорогой. Почему его сделали, там, несколько экземпляров, даже испытали в ходе боевых действий, но дальше террор, вот почему-то не идти, пока специалисты, очень-очень дорогой получился танк, американцы тоже что-то подобное со своим Абрамсом, Абрамсом пытаются сделать, но пока у них это, у Абрамса основной недостаток веса, веса 70 тонн, это, ну вот, скажем так, на Украине весной и осенью он вообще практически не поднижен, что все, все западные танки, челленджеры, и эклерги, и Абрамс, все они очень тяжелые, все, так сказать, свыше 60 тонн, наши средние танки где-то 45 тонн, а вот то, что 60 тонн, не инфраструктура украинская имеется по дороге, мосты, они такого веса не выдерживают, ну и естественно чернозем, так сказать, знаменитая грязь, и наша украинская, конечно, в общем-то обездвижен, обездвижен и нет. По системам очень хорошее развитие получили системы РСЗО, ракетные системы самового огня, это наш СМЕРШ, КОНАДО, американские ПАИМАРСы, много европейцев систем, они действительно показали хорошую эффективность и никакой тут лодки нет, единственное, что в чем проблема западного ВПК, например, они в 90-е годы, особенно касается европейцев, но они не то, что убили, но во всяком случае очень много предприятия было ликвидировано. Холодная война закончилась, естественно, никто ни о какой войне не думал, и иметь такое избыточное количество предприятий было не очень рационально. Сейчас это касается кстати и американцев тоже, и в меньшей степени, но тут произошло то же самое. Сейчас для того, чтобы, учитывая, что сейчас это частное, раньше государство, сейчас все это частное, для того, чтобы все это возробить теоретически и технически это все возможно. Но нужны инвестиции. Учитывая, что предприятие частное, это частные инвестиции. Для частных инвестиций нужны долгосрочные заказы. А долгосрочных заказов на странах делать не хочется. Ну, хотя американцы всех пугают, что все это надолго, десятилетия, Россия, Браг, все там, Китай. Но, тем не менее, пока процесс идет не особо активно, восстанавливается предприятие, но восстанавливается в основном в странах восточной Европы. Гарри, Польша, но эти все предприятия, они заточены на выпуск, скажем так, если говорить о боеприпасах, то калибры советские 152, а не 155, для того, чтобы сделать 155, нужно полное переоснащение, совершенно это новые предприятия, не просто расконсервация статуса, а нужно новые предприятия. То же самое и по системам. Выпускать советские системы продуктивно, а выпускать западные, ну, это, опять же, это новые предприятия. Рейнг Металл вроде как имеет планы построить два завода, один вроде уже начали даже строить, и вроде даже уже он что-то там ремонтирует, но я думаю, что наши ждут, когда он будет окончательно построен, ленточку перережет, так по нему ударный будет нанесен, и это предприятие свое существование прекратит. Не знаю, зачем немцы это делают, но это, так сказать, их проблемы. О авиационной технике, ну, здесь все ясно. Мы сделали самовер пятого поколения американцев с В-35, у европейцев пока с этим делом не очень, все их еврофайтеры американцы благополучно погубили, более того, особенно сейчас, все уже они ориентированы на F-35, что все собираются скупать F-35, и о своем европейтере, и о каких-то, ну, единственное, французы, в силу, так сказать, еще раз повторяю, как французы свое ядерное оружие не считают, это общенатовский, и все свои системы, у них все французские, например, 155-мм снаряд для Цезаря, он подходит только для Цезаря, он совершенно не подходит ни к одной системе, ни американской, ни европейской. Оказывается, все вот эти 155-мм снаряды, несмотря на то, что вроде в франках НАТО существуют унификации, они все разные, итальянские для итальянских, американские для американских, французские для французских. И все разговоры о том, что нужно унифицировать, они как-то дальше разговоров не идут. Вот, поэтому в авиации понятно полное доминирование американцев, у европейцев я особых перспектив не вижу, но вот, французские являются рафалии, после рафалии они, по-моему, ничего дальше, дальше я не слышал, что они делали что-то новое в самолете готовить. По системам ПВО, по системам ПВО, как показал американский кризис, они очень востребованы, но это та область, где наши системы, я повторяю, они более эффективные, они, во-первых, все наши системы, они мобильные, в отличие от вот, тот же Бэккер, это не полностью мобильная система, это полустационарная система, объектовая, наши PS-300, S-400, и Бука, и Тор, и БАЦ, все эти мобильные системы, доказавшие свою эффективность в условиях реальных боевых действий, что делают вот американцы, я пока не видел никаких новых проектов в плане вот у них есть этот Петриот, они фокализировали в свое время 1,2,3, но дальше почему-то есть на Самс, есть проекты шведских и Транслинии, АЭС-Т, там все это есть, но что-то принципиально нового я пока не вижу. По крылатым ракетам, в принципе, все те вот эти так, амэйсов, американцев масса проектов, но в чем слабость американских проектов, даже вот в области противоракетной обороны по гиперзвуку, у них нет какого-то единого проекта для вооруженных сил. Каждый вид свои, так сказать, учитывая, что у каждого вида вооруженных сил свои деньги и, соответственно, свои проекты. И в ладом ракетам звук, плод одно, ВВС другое, армия третья, АДАРМА перспективных агентств перспективных вооружений еще четвертые виды. Ну, и в результате, естественно, все это распыляется, но, может быть, результат, что получат целую линейку, но пока, 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 в состоянии на сегодня. то, что есть у нас калибры, там, К-101-102, авиационные ракеты, К-55-е, достаточно новые, достаточно эффективные, но у американцев есть крылатые ракеты, европейские, там, Storm Shadow, скайпы, Taurus немецкие, все это есть, но, во-первых, не в тех количествах, которые вот реально нужны для ведения широкомасштабных боевых действий, поэтому и поставки на Украину, но за исключением американцев, с вами, АКМС у них достаточно много, а все европейские ракеты, они 10, 40, 50, все это не впечатляющие цифры, но работы идут, разработки идут, но говорить о каких-то, так сказать, о какой-то гонке вооружения я бы не стал, пока что идут разговоры о том, что нужно возрождать ОТК, о том, что нужно доставить, пока они опустошили склады за два года, сами об этом говорят, это не то, что наши какие-то придумки, что нужно все это дело пополнять, вот там даже по артиллерийским снарядам 155-мм, вот Евросоюз могучий, Евросоюз, вся Европа, Боррель там сказал в прошлом году сделаем миллион, ничего не получается, сделали 400 тысяч, на этом остановились, но сейчас говорят, что в 2025 году точно выйдут на миллион, посмотрим, выйдут, не выйдут, но кто действительно впечатляет в плане, так сказать, того, что сумели сохранить и более-менее все есть, это Железовская, миролюбивая нация, так сказать, долгое время была неправильная, но все сами делают, и самолеты делают истребители свои, и даже аваксы делают свои шведские, и снаряды выпускают, и крылатые ракеты выпускают, и танки какие-то бродят шведские по просторам, так сказать, скандинавского полуострова. Вот, но, правда, количество ориентированных в основном на национальные потребности, которые у них были, то будет сейчас не знаю, но с учетом, так сказать, технологического производственного потенциала Швеции, я думаю, они могут внести свой вклад, захотят или нет, вопрос другой, но потенциал у них есть. Ну, по военно-морскому флоту, ну, скажем так, по, ну, про ядерное я сказал, у нас, я себе много цели не сказал, у нас уже пять лодок, уют 12, ясен, это многоцелевые, там нет баллистических ракет, но там есть калибры, ониксы, и которые будут заменены на цех, тоже очень, так сказать, эффективное средство, вот, скажем так, вот это казань, которая недавно ходила на Кубу, это вот класс ясень М, в чем очень большое, так сказать, достоинство блогки этого проекта, у них очень пониженная акустическая заменность, и американцы, кстати, потеряли, не могли несколько часов найти ясень в просторах Атлантического океана, очень эти позабудились, но потом, в конце концов, нашли, но, тем не менее, несколько часов это достаточно для того, чтобы, так сказать, выполнить боевую задачу, относиться к любому цели. По надводному флоту, вот, ну, мы, конечно, здорово отстали, особенно по океанской зоны, ну, потому что в 90-х годах мы официально, докторинально касались глобального присутствия в Мировом океане, сейчас это изменилось, и начали эти фрегаты классы Адмирал Горшков, это фактически, ну, он очень, хотя и называется фрегатом, но, в общем, он очень близок к Сминцу, это, конечно, не крейсер, но крейсера сейчас уже такие большие, типа Петра Великова, в общем-то, и не нужны, как авианосцы, цель большая, дорогая, малоподвижная и очень легко поражаемая, особенно с учетом наличия гиперзвуковых средств поражения, то есть перспективы этих авианосных групп, американцев 11, по-моему, боевиковых только шесть, остальные все ремонтируются, плюс каждый авианосец нуждается в кораблях сопровождении целой авианосной группы, там из 12, из 12 выпилов, из них обязательно 5-6 первого класса, типа крейсера и спинниц, фрегат, все это достаточно дорого и малоперспективно. Более того, китайцы, американцы уже опередили количество кораблей, у американцев я не помню точных цифр, не буду в раме, это 360, китайцев уже где-то 400, китайцы каждый год запускают на воду 10-15 кораблей основных основных классов. Мы запускаем там 2-3, если бы говорили об основных классах, китайцев, ну и американцы тоже самое, китайцы далеко отстали по надводным кораблям, перешают только по подводным полу, подводным немецам. Вот что касается плода, то есть если подводить итог гонки вооружения, я лично не вижу гонки вооружений, пока много разговоров о возможных гонках вооружений, в том числе ядерных вооружений, но реально да, прогресс есть, новые проекты, технологически новые проекты, но количественно пока не видно, чтобы была действительно какая-то гонка, ну потому что, во-первых, это дорого, все-все новые системы вооружения, даже на стадии обнил, как в округ, это все очень накладно, поэтому каждая страна, ну вот мы сейчас распрутили свой БПК в правительственном конфликте, да, это дало импульс нашей обрабатывающей промышленности, даже фактически восстанавливаем те отрасли, которые были в 90-х годах подачи американцев уничтожены, там, станкостроение, машиностроение, гражданская авиация восстанавливается благодаря вот специальной военной операции во многом, но не знаю, применим ли этот опыт для стран Европы, которые, в принципе, не воюют, а только поставляют вооружение пограниченных достаточных количеств, не знаю, может быть, и они к этому придут, но пока особых признаков этого. Ну давайте, есть вопросы какие-нибудь? или кто-то может с комментариями какими-то, учитывая, что у нас семинар, можно сказать и какие-то свои мысли по этому поводу сказать. А то я прервал и давайте, пожалуйста, или давайте сейчас начнем с этого края. Пожалуйста, давайте. Меня зовут Паксим Асян, как я сейчас еще вопрос. Какой я могу ввести развивающиеся страны, что, наверное, китайские и Компия, или вообще что-нибудь сделать? Ну, во-первых, вы знаете, конечно, китайцы, они, так сказать, ребята скромные, то есть, в портинге называют развивающейся страной, но я бы китайцев уже не относил, так сказать, к развивающейся. Ну, в принципе, развиваться может быть, любую страну можно назвать развивающейся, но китайцев я бы не назвал развивающейся, потому что и по системам вооружения они, у китайцев есть все. В принципе, единственное, в чем они, и то, что они не продемонстрировали, это вот по плану по подводным лодкам с баллистическими ракетами. Ну, плюс они вот не могут сами до сих пор сделать хорошие авиационные двигатели. То, что они пытались скопировать в нашем 35-е, но не получается ничего у них почему-то. забрали вроде как на молекулы, как я слышал, но собрать вместе не получилось. Мы должны были все-таки закупать у нас, а мы им не даем технологии производства этих двигателей. Поэтому у китайцев я бы не относил к развивающейся Индии, ну, я покажу, что индийцы, да, они пытаются локализовать у себя производство и им дали Т-90, мы им дали. Самолеты некоторые вот Су-34 мы им поставили и вроде там они что-то настаивают на какой-то локализации. Ну, сделали мы совместно с ними вот эту ракету Брамс. Это наш ягод, морской противокорабельный комплекс. Так я вот на память индийские разработки не прибыл. Они в основном пользуются закупать. Либо наши, либо западные. Пытаются что-то локализовать, но это не китайцы. Поэтому не знаю. Ну, потенциал, конечно, у них есть. Вообще развивающаяся экономика с впечатляющими этапами развития и с людским потенциалом самое молодое население. Очень быстро растущее самое большое население в мире. Что если говорить о китайцах? Китайцы сами так сказать вычитывая, что коммунистическая мартия руин, поэтому любая перевесть населения китайская она действительно отвечает. Если китайцы говорят миллиард четыреста, то это миллиард четыреста. А вот индийцы, конечно, в джунглях мало кто может сосчитать, сколько это. Местная проблема у индийцев это девушек мало. Мужского населения более чем достаточно. Поэтому может быть они смогут что-нибудь сделать, но пока я не слышал о каких-то прорывных разработках индийцев. Пожалуйста, следующий. Да, Василий Герман в России. Вопросы, Евгений Петрович. Поставка в 16 Украине. Что, что поставок в 16 Украине? В 16, да. Можно ли считать угрозой поставки в 16, учитывая, что они могут не стеркать в 16? Да, это вы знаете, для меня вот эта поставка в 16 это вообще-то загадка. Вы знаете, вот разговоров очень много, вот причем таких иногда противоречащих друг к другу. То отчаяние говорят в июне поставим, потом говорят в конце года поставим, то 16, то 60, то 90. Американец там этот Браун председатель начальника штабов, но сам летчик чуть ли тоже мы поставим, мы американцы поставим 100 бортов. Хотя я вам должен сказать, что американцы это у них давно исторически чего не было у нас в Советском Союзе, сейчас есть. У них всегда любая модель любой техники для себя любима и на экспорт. То, что для себя это, так сказать, все самые продвинутые технологические популярные характеристики, то, что на экспорт всегда либо загрубленные, либо чего-то нет. Вот там поставили Украине, но тут же содрали броню там урановую, сняли приборы, электронику, и получился танк очень средний. другое дело, что эта электроника вся, она тоже оказалась очень хорошо горит, выходит из строя и там превращается в кирпич. Но, тем не менее, для того, чтобы поставить F-16, который у них для себя любимых на складском хранении, им нужно его, так сказать, снять массу систем, начиная с свой чужой электронику, но вряд ли это дорого, это время, и все это слова. Это по самолетам. Да, самолет достаточно, ну, мягко говоря, не новый, несмотря на все, так сказать, модели. Самолет 70-х годов, хотя его выпущено было, конечно, самый массовый самолет, кто говорит, 3000, кто говорит, 4000, точно, по-моему, никто не знает, сколько они выпустили. Но, тем не менее, он значительно уступает, значительно уступает нашим 35-м, 30-м, 34-м. То есть, для завоевания превосходства в воздухе он не подходит. Воздушных, так сказать, боях, вот нашим самолетам проявленным. Может использоваться как платформа, как платформа для узкоракетных, воздуха, 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 земля, в основном для этих целей. Второй вопрос, базирование. Где он будет базироваться? Понимаете, самолет, учитывая, что у него воздухозаборник внизу, он очень, скажем так, капризен в плане ВПП. Должна быть гладкая ВПП, так сказать, без какого-то мусора с полевых аэродромов он взлетает не может. Поэтому нужны хорошие аэродромы. На Украине есть, конечно, такие аэродромы, но все они находятся под огневым воздействием. Плюс, понимаете, базирование самолета это не просто вот он сел и стоит. Желательно, чтобы был ангар. В Украине есть такие аэродромы на Западной Украине, вот там Старая Константина, Винница, Зерна, Прилуки. Есть аэродромы, которые в советское время были прифронтовыми, там есть укрытие, но все эти аэродромы мы регулярно, так сказать, бомбим, выводим из строя, они восстанавливают, то есть бесконечные процессы. Но это нужно создавать инфраструктуру, обслуживать. Мало того, что на каждого летчика по нормативам американским, 40 человек технического персонала. Это, представляете, сколько вот у них сейчас основная проблема подготовки украинских летчиков, это не знание английского языка, оказывается. Учат, так сказать, все английский язык, потому что вся документация, все вот надписи, даже в том, что все на английском языке, на мове нет, или нужно там все переделать. Никто этим заниматься не будет. А французы еще вздумали поставить свои миражи. А там все на французском. А это вообще, я думаю, большая проблема, так сказать, научить украинскому летчику еще и французскому. Поэтому базирование на украинских аэродонках проблематично. Сейчас появилось новое, так сказать, и я считаю, что это будет момент истины, прежде всего для американцев. Они во всех приграничных странах определили ботея авиабазы. Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария и Молдова. В Молдове одна авиабаза. Но я считаю, что, конечно, Венгрия и Словакия это можно исключить, они не пойдут на это особо. Но Венгрия точно, Словакия при нынешнем правительстве. Польша, Румыния, Болгария, ну, Болгария появилась совсем недавно, вот, Польша, Румыния и Молдовы. Что, вроде, они будут базироваться там, плюс определили 9 аэродромов так называемого подскока на территории Украины, где будут эти самолеты базироваться, скажем так, в Румынии, слетать, садиться, так сказать, буквально 5-10 минут, сели на аэродром на территорию Украины и после этого опять в воздух и выполнять боевую задачу. Но с нашей стороны было сказано уже столько слов или президентов, и министрам и министрам оборотов, что есть ли таковое будет, все эти аэродромы будут являться законными целями для поражения. Но сами понимаете, это момент истины. Как только мы нанесем удар польскому аэродрому, сразу все, что говорит Байден, что он будет защищать каждый территорию своих союзников, вот ему нужно будет принимать решение начинать Третью мировую войну или сказать, что это ваше польское дело. Вы позволили польгирование, вот и поедете с русскими сами. Посмотрим. Но это, так сказать, это самая большая проблема, и я думаю, что это именно та проблема, которая задерживает поставку этих самолетов в Украину. Потому что июнь, ну вроде июнь уже заканчивается, а самолетов нет. Сейчас вроде как этим летом, как я провел этим летом, но посмотрим. Июля, август, для меня это загадка, пока вот это. Но проблемы с ЭП-16, конечно, большие проблемы. Спасибо. с ЭП-16, Здравствуйте. Я, Лаура Седанни, из Евгрии. У меня два короткого вопроса. первые. Если сравниваем к ядерного арсенала России и США, мы видим, что США имеет меньше количества различных типов ядерного оружия, либо менее разнообразных ядерных арсеналов. Россия обладает более разнообразным арсеналом с различными видами оружия. Какие плюсы и минусы у этих подходов к созданию ядерных арсеналов? И второй вопрос. О проекте Буровестника малоизвестно и слышно, поэтому есть слухи, что это так, из-за того, что проект был неудачный и перестали им заниматься временно этим. Насколько это правда? Ну, вы знаете, по появительству у нас был, ну, это было года три назад, по-моему, при испытаниях, да, что-то пошло не так, была утечка радиации, но проект не законодлил то, что говорит президент, то идут испытания, что, ну, вы знаете, мне трудно оценивать целесообразности, вообще проект эксотический, конечно, американцы, они тоже где-то в 80-х годах у них был такой проект, потом они закрыли по-моему, причине того, что, ну, опасный, ну, экологически опасный, и его ценность, представляете, вот ракеты, которые летают там сутками, неделями, месяцами, и, так сказать, в полной готовности к применению, наверное, это хорошо, но, во-первых, все эти проекты, они достаточно дорогие, ну, представляете, вот крылатая ракета, да еще с ядерной, это хорошо, что мы впереди планеты, ни у кого нет таких вот компактных ядерных силовых установок, как у нас, но масштабировать это сотнями, тысячами, наверное, это мы потеряем экономически, поэтому проект самый себе привлекательный, но перспективы его для меня не очевидны. Потом, по вашему первому вопросу, я еще раз повторяю, у нас по некоторым видам ядерных вооружений избыточные, количество систем. Это недостаток, у американцев действительно их меньше, они более унифицированы, но мы тоже сейчас пошли, вот, кстати, вот булава, это же, я уже сказал, что это тот же ЯРС, это делается в ОМОНов на своей теплотехнике, твердотопливная ракета, раньше у нас в Советском Союзе было вообще какое-то немыслимое количество проектов, особенно подводных лодок со своими ракетами, со своими, так сказать, особенностями, тактико-техническими характеристиками. Сейчас мы стараемся, я еще раз повторю, по подводному флоту перспектива такая, что у нас будет морей А 12 лодок и язвь Т. тоже 12 лодок, если говорить о ад лодках, на которых, так сказать, носители ядерного оружия, сопоставимо с американской, а у них вообще будет одна Колумбия. Вот это, ну, я говорю, мы идем по тому же пути сокращения температуры различных типов ядерного оружия по авиации, еще раз говорю, у нас будет Ту-160, возможно, будет дальняя авиация и самолет первого поколения, если хватит на это финансы. У американцев тоже они планируют иметь свой рейд в воздухе Сентинел Шахта и Колумбия. Пожалуйста. Спасибо большое. Кучерк Максим, МГИМО, Алексей, Евгений Петрович, еще раз спасибо за ваши лекции, было очень интересно. У меня уточнение вообще по пути второй лекции касательно гонки вооружения. Вы сказали, вот подводя итог, что гонки вооружения не видите, потому что качественный рост есть, но в этом количественного выключения нет. При этом как бы в отношениях США и России в целом вот в мировой политике касательно ядерного оружия наблюдаются такие вот негативные тенденции, когда в каких-то моментах, в том числе например в случае с ядерным табу, мы немножко возвращаемся в 60-е годы, когда хуже представляли, что такое ядерное оружие, как будто меньше его боялись, и вот у многих связано с этим опасение, и в связи с этим мой вопрос, если у нас начались вот эти вот разрушения режимов контроля, если есть такие вот предпосылки к тому, что люди стали меньше бояться ядерного оружия, то почему же тогда на данный момент мы не наблюдаем новые конки оружений, вы сказали, что это экономически невыгодно, но ведь тогда это тоже было экономически невыгодно, неужели, грубо говоря, люди поумнели? Люди поумнели, конечно, но то, что люди поумнели, у нас студент совершенно другой, если взять студента, так сказать, 40-50 лет назад, он был, так сказать, не такой продвинутый, как сейчас, это, так сказать, комплиментно делают, ну, понимаете, говорить, что страха нет перед ядерным оружием, я не считаю, что у всех страхов, это есть определенные категории, так сказать, политиков, военных, у которых можете сильно страхить, но вообще люди понимают, что это такое, я думаю, вот взорви сейчас какой-нибудь ядерный боезаряд, где-нибудь, так сказать, в Европе, не даром Путин говорит, что при той плотности населения, особенно в Европе, это будет просто кошмарный сценарий, после этого, я думаю, что все начнут бояться, но доводить до этого не надо, а в 60-х годах, ну там была действительно гонка вооружений, но гонка вооружений была, знаете, ну, вот Хрущев говорил, что мы там ракеты можем делать как сосиски, буквально тысячами, десятками тысяч, но это из той же области, как Трамп говорит, у меня денег, как у дураков фантиков, я этих боеголовок могу сделать, там тоже сотни тысяч, но это все слова, понимаете, реально никто на это не пойдет, поэтому я не вижу перспектив, что это будет действительно такая количественная оружие, качественная количественная, достаточно, понимаете, я всегда говорю в своих, так сказать, выступлениях, что почему началось вот в 60-е годы, ну, 30 тысяч, ну, избыточно, но не надо эту землю, эту планету уничтожать там в 10 раз, одного раза вполне достаточно, поэтому, и потом дорого все это, вот все эти системы, вот американцы, вот договор попробуют, ну, хорошо, у нас вот эта система вокруг Москвы, сначала А-35, А-135, А-2035, А-2035 сейчас, она есть, она развернута, и она будет, а вот американцы, вот когда было разрешено там иметь 100 перехватчиков, они не могли по чисто внутриполитическим причинам, например, это сделать про Вашингтон, DC, или про Нью-Йорк, но не могли, поэтому сделали базу МБР, ну, просуществовала она, система, 4-5 лет, а потом поняли, что это бессмысленно, ну, зачем защищать куполом базу МБР, ну, если что-то начнется, я говорю, МБР, это оружие нации, вышли из, зачем их защищать противоракетных зонтиков, и свернули эту систему, потому что очень дорого, то же самое и ядерное оружие, но дорого его складировать, осуществлять, так сказать, эксплуатацию этих складов, поэтому, вот, например, у нас, у американцев, у нас разная система, у них заскладировано, у нас меньше этих складских помещений, но у нас, вот это, так сказать, наследие Советского Союза, у нас вот эти моногорода просоставки, и, ну, их ликвидировать, это десятки, сотни тысяч людей, которых нужно переселять, поэтому американцы складируют, у них сейчас вот в Пантоксе они открыли заводы, так они все заводы в 90-е годы по закрыванию, которые выпускали боезаряд, все расслабировано и дальше поддерживали жизненный цикл, а у нас производство, мы производим, утилизируем, производим, утилизируем, беспрерывный процессор, рабочие места, мы считаем это экономически более эффективно, чем ликвидировать эти так, давайте, у нас время мало, еще два вопроса, буквально реман, небольшого, я же говорю, я могу с вами не согласиться по поводу того, что вооружение не развивается по крайней мере в рамках той партии, на которую мы привыкли, именно в рамках последнего холодной войны, но все же есть определенные направления, которые имеют место быть или как минимум предпосылки для того, чтобы вооружение развивалось. Мы уже задели здесь стран область, и именно как страны такие, как Китай, все США будут регулировать между собой вопрос в статистической сфере, потому что по сути дела между этими двумя странами нет никаких ограничений сейчас для того, чтобы наращивать свои ядерные вооружения. Как известно, у нас СНВ-3 приостановлен, скорее всего, после 26-го года он не будет продлен, это лично мое мнение, и пока нет почвы для того, чтобы включить что-то новое. Китай в это время пытается догнать своему ядерному арсеналу как минимум США, американцы на это не могут реагировать, и как известно, в конце 23-го года вышел очень интересный доклад Конгресса в СНВ-3 где они вообще утверждают, что необходимо проводить двойное сдерживание России и США и наращивать определенного количества свой ядерный арсенал. Поэтому что делать, как решить это уравнение безопасности, когда все будут наращивать, и скоро Россия посчитает, возможно, необходимо выйти за те лимиты, которые установлены в рамках СНВ-3. Это что касается стратсферы, необходимо также отместить к проблему размораживания процессов, связанных с ракетацией и меньшей дальности. То есть, как известно, в уфере месяца американцы вместили ракетную установку в самоган капитальность 1800 км на Устонии, то есть на Филиппинах. Понятно, что это было в первую очередь приготовлено для Китая, но в рамках сдерживания Китая подобные установки могут в том числе размещаться на территории Японии, на территории Южной Кореи. И в таком случае возникает вопрос, а нужно ли как-то России на это реагировать? Как известно, тоже президент Путин утверждал, если вдруг американцы начнут размещать подобные системы, то мы начнем это делать тоже. Как вы смотрите на это? Ну, естественно, если они будут, потому что если они разместят в Японии ракеты средней дальности, естественно, мы будем реагировать, мы можем разместить такие же ракеты в Чаконке, например. Вполне, вполне реальные такие планы были в свое время, еще в 80-х годах, когда они начали размещать в Европе свои першинки и крылатые ракеты, у нас были планы размещения в Чаконке тоже. Ну, далеко, так сказать, не достанем, но Аляску накроем и, так сказать, все базы. Поэтому, нет, все, что вы сказали, все это, так сказать, имеет место. А вот проблемы с сравнением безопасности, как это относится? Видите, возможности для разрешения, скажем так, той дилеммы, что у нас сейчас в страст-стабильности сложилась, когда непонятно, как считать новые виды вооружений, которые не являются ядерными, но имеются статистические характеристики. Ну, вы знаете, ну, вы понимаете, все вот эти вот дилеммы в страст-стабильности, все это хорошо для более спокойной обстановки, понимаете? Вот когда фактически у нас идет война с Западом, но пока называется прокси, тут какие-то уравнения страст-стабильности, пока есть только ядерная стержня. Пока оно работает, я считаю, что оно работает, я считаю, что оно плохо работает, я считаю, что оно пока работает. О других каких-то уравнениях, ну, давайте поживем на более спокойных временах. Я лично не вижу какие-то еще уравнения, которые можно было сейчас в нынешней обстановке, какие-то соглашения, какие-то там уравнения, пока пока работает только ядерная стержня. Соответственно, когда СНВ-3 окончательно конец лет, это не будет большой проблемой? Значит, когда СНВ-3 гонит в лету, он гонит в лету, потому что для того, чтобы сделать новый договор, а речь идет о новом договоре, я по личному опыту скажу, что чтобы сделать новый договор с новыми категориями, особенно если речь идет о стратегическом ядерном оружии, нужно минимум 3-4 года, у нас нет. Если мы начнем даже сегодня, мы в 26-м году просто не успеем ничего сделать. единственное, что можно было сделать, можно было бы сделать, и рассказать, все, давайте возьмем договор СНВ-3 и в том же виде его, так сказать, просто продублируем. Если бы туда добавлять что-то новое, особенно если касаться того, что хотят американцы по СЯУ, мы просто не успеем этого сделать. А дальше будут, я говорю, для этого нам нужно закончить украинский кризис. Пока идет украинский кризис, но мы уже сказали, что и президент это сказал, повторили, мы не пойдем ни на какие переговоры, если в этом комплексе не будет Украины. Мы не пойдем на отдельные переговоры по ядерному оружию. Нам это просто не нужно. Нас интересует только комплексное решение проблемы безопасности. Нужна новая система безопасности для нас, для наших союзников, для Беларуси. Она нужна для западноевропейцев, она нужна американцев не знаю. Вот это то, что мы сейчас обсуждали с вашим соседом. Те предложения по новой системе безопасности, в Евразии, да еще без американцев. Ну, я считаю, что это не вредно, но думаю, что это вредно. Мы обозримые перспективы, что там будет. Но мы не китайцы, китайцы на 100 лет планируют, на 10, а мы все-таки планируем где-то на 10 максимум. В этой перспективе я не перспективы. Так, ну все, спасибо вам еще раз. Спасибо. Спасибо. Субтитры